За все эти годы западные и европейские спецслужбы сделали все возможное для того, чтобы разрушить суверенную государство России. И была для разборок арена выбрана Чеченская республика. И в последние десятилетия здесь шли ажистиционные бои. И не только там определенная кучка бандитов, а сильно подготовленные, так скажем, всеми спецслужбами западными и европейскими, подготовленные, так можно сказать, были воины. И по нашим данным они были, больше 50 государств представляли. И Россия отстояла. Она доказала, что она сильное государство и что не даст никому шутить с государством и с народом. Весь мир объединились, так можно сказать, против нашей страны, нашего народа, государства, руководства. И они ищут любую лазейку, чтобы, так скажешь, противостоять против Путина. Ну, запад Европы не хочет никому помогать. Им главное использовать все ресурсы против России и дальше вести борьбу, чтобы они хотят видеть нас, стоящие перед ними на колене. Этого не будет, никогда не было в истории, если они проверят. Снимотношение с западной стороны. Они бомбят правительственные войска и ни с кем не согласовывают. И нарушают все правила международные. И потом, опять же, обвиняют Россию. Вот, недоказанная химическая там атака. Объявили там Асада там во всех грехах и обстреляли военных. И, ну, представьте, если у вас есть такая, знаешь, информация, доказательств нету. Как они в свое время убили Саддама Хусейна, как они хотели разрушить Египет, как они разрушили Ливию. То же самое, знаешь, вот без совести, без чести делают, знаешь, свои дела и весь мир. Все там Европарламенты, там, не знаю, какие-то, какие-то, какие-то. Все молчат, ни слова не говорят. Где демократии, где там правозащитники, где Европарламент есть, где они, АБСЕ, почему они все молчат? Ну, Америка сказала, значит, все. Как неваляшки там, все, согласились и поехали дальше. Были возложены задачи в охране и обороне. Награждает собой Вжесан Салтанович, рядовой стрелок батальон. Светаев Бабирий Владимирович, старший лейтенант, медицинская служба, начальник конца, врач Магомед Салах Саид Амиевич, рядовой старший сапер батальона. Копарков Сергей Владимирович, младший стержант, начальник радиостанции батальона. Рафику Эльдару Наиловичу, майору... 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 Рафику Эльдару Наиловичу, майору...